привет всем вот какая у меня не очень приятная тема на сегодня возникла тема вообще-то сплывала конечно уже давно и вроде как с ней боролись скажем такие контр течения то есть были люди которые выступали противовесом против и все еще выступают но я смотрю что давление усиливается и не прямо вот сейчас но похоже придется скоро принимать какое-то стратегическое решение а тема следующая конкретно в тематике мэктау и иногда в тематике которая обозначается шире red pill красная таблетка периодически появляются люди которые приходят в качестве комментаторов или авторов ответных реплик видео формате на каналы или на материалы и говорят что-то в смысле что вы не настоящий мэктау или вы не настоящий красно таблеточник ваша таблетка не красная ваша таблетка там либо синяя либо там пурпурная в общем что-нибудь такое в экстремальных случаях люди прямо говорят я отбираю у вас лейбл мэктау или шильдик мэктау в качестве обоснования почему люди утверждают что там вы не настоящий red piller или вы не настоящий мэктау люди говорят что вы не соответствуете некому ряду критериев естественно ряд критериев выдвигается довольно разный как вы знаете существует несколько разных манифестов есть мэктау есть разного рода тексты касаемо понятие красной таблетки что это такое что это такое быть проснувшимся зрячим узрить истину и так далее не знаю является ли это неким спланированным действием какие-то контр силы решили таким образом разрушить саму идею особенно мне обидно за мэктау или это просто из-за того что больше людей вовлекается в область и естественно такая новая область вовлекает себя в том числе людей ну не скажем не шибко уравновешенных или как минимум людей которые находятся все еще в ранней фазе в острой фазе гнева и они просто отказываются принимать что эта фаза гнева она конечна гнев не является имманентным свойством не мэктау не красной таблетки и нельзя мактау предъявлять претензии что он недостаточно сердитый на женщин например или слишком мало ругает государство лично мне например в разных обстоятельствах предъявляют целый список претензий и как я сейчас просеял материалы за последние там пару лет не мне одному есть целый ряд людей которые страдают скажем примерно тех же эффектов и тоже мучаются с вопросом что делать потому что здесь выход из ситуации очень нетривиальный могут предъявлять в качестве претензий что я продолжаю общаться с женщинами потому что есть люди которые на полном серьезе утверждают что единственный правильный мактау это мактау монах если ты хотя бы вступаешь сексуальные отношения с женщинами то ты уже не настоящий мактау или там есть есть степени мактау кто-то на полном серьезе говорит о ступенях типа как ступени посвящения или данные в карате не знаю там и первая ступень вторая ступень третья ступень ступени идут с нарастанием изоляции естественно кто-то считает что не мактау тема психологии и вообще копание в этих вот тонких сферах типа там мифология иногда даже философия есть люди которые на полном серьезе говорят что если у тебя есть дети то ты не мактау или если хочешь иметь детей то ты тоже не мактау мне вот буквально на днях очень раз такое заявили с религиозными установками тоже не все слава богу периодически появляются люди которые говорят мактау не может быть религиозным человеком полная глупость типа все это зависимость несамостоятельное мышление и так далее но бывают еще более редкие случаи там например что мактау не может работать на государство или вообще работать официально и в общем и целом разные люди предъявляют целые списки требований которым должен наизлят соответствует человек чтобы носить мактау лейбл иметь право его нацепить пока это были такие отдельные личности то каждому из них можно было остановиться и сказать вы знаете вот в слове мактау в аббревиатуре ничего из этого не обозначено единственное на что там сделан упор что это движение мужское души это мэн гоу и мужчины идущий своим путем и второй что они идут своим путем своим не каким-то конкретным а своим поэтому мне ближе те люди которые говорят что не может быть ни организации мактау не может быть манифеста мактау вообще не может быть никакого объединения в этом одновременные силы и слабость мактау как идеи философской если человек считает что его путь это например сексуальный ключ но он его значит с осознанием всех рисков он его искать раскрывает в себе использует если он считает что его подход это религиозный путь то он может стать монахом на самом деле не просто мактау монахом а монахом если ему так хочется ну может быть и мактау монахом если он считает что его путь лежит в области работы и производства детей на свет кто его остановит если он выбрал себе как это как путь если этот путь не который ему просто спустили сверху если это что то что он выбрал осознанно зная во что вступает кто может ему противоречить в этом это его путь его все вопрос закрыт и наконец если он решит связать себя долгосрочными отношениями с женщиной даже в официальных отношениях зная чем это чревато какие у этого риски и как-то этими рисками управляя там с чем-то примеряясь что-то стараясь нивелировать может он это сделать может много ли таких людей будет среди мактау скорее всего немного но и религиозных людей тоже будет немного тоже суррогатное материнство многие мечтают об этом просто далеко не каждый может себе это позволить если бы это завтра стало доступной опции доступной широким массам я думаю что много людей воспользовалась бы такой возможности появилась бы целая ветка отдельная и поскольку это путь который выбрал человек сам выбрал осознанно и знал на что шел но это по определению свой путь в целом все это напоминает басню про пейзаж который написал слон каждый зрители приходит и хочет что-то скорректировать в том что ты нарисовал и явно проигрышный путь пытаться удовлетворить всем запросам всех зрителей это путь который ведет к чепухе как-то в басне назвал к яралашу принципе если человек борется за аудиторию и для него например из коммерческих соображений принципиально важно чтобы была большая подписка было большое число просмотров чтобы тем были достаточно скандальные ну наверное у него есть какой-то смысл пытаться удовлетворить как можно более широкие слои но уже здесь идет некоторое противоречие с центральным принципом мактау что речь идет про свое развитие в первую очередь то что это развитие может кому-то чем-то еще помочь это побочные свойства не более того побочный эффект он может быть а может и не быть каждый человек должен эти материалы воспринимать через себя через свои призмы через свои фильтры что-то принимать что-то принимать частично что-то не принимать что-то может быть восприятие будет меняться в течение времени сначала воспринимал там меньше потом больше потом матрица восприятия изменилась но в целом оун означает свое это собственный личный поиск где по определению не может быть двух равных там и одинаковых или стандартных путей то просто не может быть по определению словом иктау теперь самое неприятное всю эту коррекцию и остановиться и все это объяснить одному конкретному человеку который пришел и он чем-то недоволен по поводу того например что у меня есть дети ну можно остановиться это и сделать но количество это явно взял тенденцию нарастать и нарастает сильно принципе это ощущалось уже в начале прошлого года но вот сейчас какое-то очередное обострение наступило есть несколько путей можно скажем так это stand your ground да то есть отстаивать свое понимание мактау держаться за этот лейбл каждому пришедшему или там в роликах последовательно объяснять что ты по ним имеешь ввиду и каждому кто говорит что ты не настоящий мактау говорить сам такой в общем от такого слышу можно с другой стороны когда количество и процент этих людей превысит определенный порог разумный что ты будешь скажем процентов в 10-20 своего времени тратить только на то чтобы вот спорить с такими кто ставит под сомнение твой лейбл мактау я к сожалению вижу более вероятный вариант более логичные скорее всего концу как минимум этого года а может быть и раньше дело придет к этому я боюсь что лейбл мактау придется бросить бросить так как кто смотрел фильм хозяин морей с расширом кровом момент когда ломается мачта падает в воду начинает тормозить все судно и судно наклоняется собственно есть реальная вероятность опрокидывания общем гибели всех того капитану там вместе с верхушкой команды не приходит ничего другого в голову как то что ну от мачте нужно избавляться поэтому раздаются топоры и люди просто обрубают эту обломившуюся мачту причем на ней остался человек вперед смотрящий вместе с человеком потому что просто ну вот потенциальные жертвы которые принесет эта ситуация многократно перевешивают то полезное что можно сохранить если потерять вот это вот обломок мачты мактау это конечно флаг во первых это хороший флаг он как бы добротный приятный флаг не смысле цветов смысле идеи он позволяет легко себя идентифицировать и для себя самого чтобы понимать кто я и для других как быстро объяснить чем занимается например интернет канал можно долго рассказывать там что такое профиль матрица там про переводы про тематики и так далее можно просто сказать мактау это сжатый пароль который передает целый комплекс установок убеждений направлений и вообще представление о том что такое хорошо и плохо но это работает только в том случае если этот флаг достаточно стандартный и понятны но более или менее однозначно большинству как только этот флаг начинают растаскивать на части и группа людей хотят его себе присвоить а другим объясняет что там это настоящий или не настоящий держаться за него становится бессмысленно к сожалению на мой взгляд человек который хватает вообще нервов прийти к кому-то и сказать ты там не настоящий мактау я знаю какой должен быть настоящий человек просто не понимает смысла слова он не понимает и все то есть фактически он расписывается этим в собственном непонимание аббревиатуры что она означает это часто встречается люди используют слова не в тех значениях которых они на самом деле в словаре упоминаются мне категорически неприятно именно что не смысле что мне неприятно с точки зрения чувств нет а именно с точки зрения не работающей философской идеи мактау что ко мне приходят люди и предъявляет мне целый список того чему я должен соответствовать что мне лично не близко и то чего я не поддерживаю и вещи с которыми я готов поспорить причем вполне обоснованно там на основании опыта личного там материалов которые я просеял и считаю достоверными и проверенными на личном опыте и кое-что что я смотрю в будущее что я еще не проверил но я примерно вижу куда куда буду двигаться и это вещи еще дальше в том направлении еще глубже эти люди объясняют мне что путь мой но какой этот путь они будут мне приписывать и предписывать меня это вызывает полное непонимание как можно человеку приписать какой у него свой путь свой путь это предмет личного поиска по определению иначе он не свой если вам путь спустили директивно каким-то документом он по определению не свой кто-то считает что основное свойство мактау это отказ от валидации через женщин блин а что отказ от валидации через женщин чем-то лучше чем отказ от валидации через мужчин которых вы очень толком и не знаете лично это все это анонимные личности в интернете в основном что валидироваться через них лучше это такая же зависимость от такого же внешнего источника это такой же экзоскелет только это был экзоскелет женский теперь вы его сбросили и вам сказали это неправильный экзоскелет вот правильный экзоскелет и вы должны его надеть и тогда у вас будет ваш личный путь нет это просто другой экзоскелет все равно вот и вся разница то что женская валидация отличается от мужской валидации ну да отличается но они что-то внешне что это внешнее я вот этого совершенно не понимаю в общем на горизонте забрежала необходимость расстаться с лейблом и знаком мактау оставить его тем кто считает что они могут кому-то что-то приписывать и предписывать а самому идти действительно самостоятельное плавание это означает в том числе пояс какой-то новой идентичности как например себя обозначить например в описании канала канал тематики чего непростой вопрос на котором придется подумать какие-нибудь можно конечно какую-нибудь банальщину написать типа философ свободный философ хотел найти придумать новое слово что-нибудь про любителя мифов по-гречески филомифос посмотрел но оказывается такое слово уже существует и использовалась но принципе тоже неплохой вариант есть философия есть филомифос в общем что-то в этом духе придется как-то иначе себя обозначать хотя философ мне нравится это хорошо подходит к цитате в свое время сократ как-то мне сказал женись непременно попадется хорошая станешь счастливым плохая станешь философом не знаешь что лучше в целом обидно что называется пришла беда откуда не ждали я видел и слышал про тех кто снимает себя лейбл мактау тоже под давлением похожих обстоятельств но там людям критики предъявляют претензии что они снимают себя лейбл мактау потому что боятся демонтизации то есть что учитывая все это гонение на пейпале и на патреоне и на ютюбе что все это просто влечет к падению падению заработков поэтому чтобы себя обезопасить и как бы аудиторию не потерять и люди значит сбрасывают с себя эти метки и теги и флаги может быть для кого-то это так для кого-то может быть не так мне тут ближе все таки вот цитата который говорит манти робертс в ролике про демонстрацию техники join up с лошадью когда он говорит что его выкинули из зала славы после многих лет чемпионство потому что он не уважал традиции он говорит что это нормально если традицию нужно настолько уважать что нельзя развиваться дальше то я не хочу быть в их зале славы мне жаль что дело идет к этому но скорее всего дело идет к этому пока этот лейбл остается но если эта тенденция будет нарастать она вот нарастает я не буду дожидаться когда это превысит какую-то критическую черту я начинаю думать об этом уже сейчас а точнее начало еще 30 декабря я не побегу из-за потери подписки или опасности забанится на патреоне у меня нет ни монетизированных видео у меня вообще канал не монетизирован и мне принципе все равно сколько человек на меня подписано дело не в количестве вот я уверен в этом наверное чтобы меня было легче находить новым зрителям и некоторым из старых наверное придется переписать трейлер канала убрать трейлер сделать его как бывший трейлер прошлый трейлер а в новом трейлере придется сжато рассказать об этом о том о чем я сейчас сказал и назвать себя бывший мэктау экс мэктау экс между прочим в том числе означает вышедший из то есть источник откуда я происхожу экс мэктау потому что реальные мэктау оказывается какой-то не очень-то оун жаль очень жаль я опять отношу это к тени сатурна который раскрывал джеймс холлес на общем варианте вам шашечки или ехать я все-таки заехать они за шашечки я готов отказаться от шашечек надо видимо думать о том чтобы отказываться не только от лейбла мэктау но возможно и от лейбла красная таблетка и в общем от прочих подобных спорных символов символов которые начинают себе присваивать какие-то люди не знаю часть коммерсанта часть просто убежденные к сожалению должен признать что не все те кто так поступает не все они действуют из коммерческих соображений некоторые реально убеждены в этом но люди находятся в фазе гнева пусть там уже затухший фазе гнева но вот они считают что других вас быть не должно и быть не может точка ну видимо надо дать им то чего они хотят они хотят чтобы это были только лично они ну пусть будут конце концов лейбл это всего лишь лейбл и флаг это всего лишь флаг и это очередной урок касаемо разделения альянсов и урок поиска самоидентификации нужно не забывать что не мы существуем для символов а символы существуют для нас я против того чтобы ставить лайки и чтобы мне тоже ставили лайки только на основании того что у меня стоит так мектах нет я хочу чтобы и я и мне ставили лайки только тогда когда им близко то что я сказал они заслушали оценили мысль может быть даже не всю мысль а только часть ее сказали вот в этом я там согласен а в этом и не согласен вот такие люди идут своим путем и их обратная связь важна и интересно если мы начнем ставить лайки только на основании того, что у человека стоит близкий тебе тег на видео, это тупиковый путь. Это просто бегание толпой. Неважно куда, лишь бы толпой. И это точно не тот путь, который соответствует идее Мектау. В общем, наступает эпоха разотраждествления с символами и, возможно, поиск нового символа, новой идеи, символизирующей направление. Не объединение, а направление. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи. Если есть мысли по теме, делитесь. Тема сложная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok